Многие говорят до конца года. Мы уже это обсуждали. Путин, Си Цзиньпин говорили, когда год начнутся переговоры? Тут и вторят им некоторые другие вот такого же рода протагонисты переговоров и так далее с разных сторон. А как это в сроках умещается? Я думаю, они имеют в виду зиму. Они надеются. Потому что начнутся паузы чисто военные. Да, они надеются. Они надеются, что к зиме украинская инфраструктура окончательно будет добита. И украинское общество просто будет просить о паузе на любых условиях, просто чтобы выжить. А украинское общество не будет. Потому что, опять-таки, это постсоветское общество. Мы все время забываем. Это общество, настроенное на выживание. Это не война с Нидерландами. У этих людей, которые живут в этой стране, по крайней мере, те, которые здесь остаются, у них есть разный опыт выживания и приспособляемости. И я сам в себе эти черты всегда обнаруживаю, потому что я обычно считаю, что их нет во мне. Ну, я, в общем, живу десятилетиями обычной европейской жизнью, как говорится. Ну, тем не менее, вот у меня нет света. Ну, нет света. Ну, есть интернет, вот есть, так сказать, лампа, есть генератор. Я себе, может быть, хочу включить телевизор, ну, хорошо, переставлю себе генератор в другое место или, там, куплю новый генератор. В конце концов, могу себе купить генератор, который может всю квартиру так или иначе обеспечить светом. Если мне будет нужно, это, опять-таки, вопрос моих потребностей. У кого-то они больше, у кого-то они меньше. Ну, вот я думаю, вот будет отопление или не будет в квартире. Но я надеюсь, что будет. Но не будет, я буду думать, что делать дальше. Может, мне переехать в Киевскую область, там, где есть дом с дровами. При этом, это не обязательно быть там олигархом, как понимаете. Для того, чтобы жить в сельском доме с дровами, можно быть просто обычным человеком с обычным доходом. Но у меня не возникает мысли, наверное, поэтому надо капитулировать, если не будет отопления. А это у многих европейцев могла бы возникнуть такая мысль. Это же конец комфорта. Но, опять-таки, у меня есть разные модели существования. Конечно, хотелось бы выйти на улицу, съесть кафе, выпить кофе с круассаном. И зайти в теплую квартиру. Но я могу и чай выпить, подогрев его на плите, и съесть кусочек, так сказать, хлеба, который я куплю себе в ближайшей булочке. Я не буду чувствовать себя несчастным при этом, понимаете. Вот в чем вопрос. Наоборот, я буду ощущать себя человеком, который умеет выходить из сложной жизненной ситуации, потому что так я воспитан в советское время. Я ищу из того поколения людей, которые знали, что для того, чтобы купить джинсы, надо отстоять в очереди 12 часов. Только ли джинсы? Ну, условно говоря. Ну, и опять-таки, я давно не стою, как говорится. Но я это же знаю. Я не утверждаю, что я, кстати, стоял в советское время. Может быть, я готов был без джинсов обойтись. Но я все равно знал, что у меня есть такая возможность. Джинсы, генератор, интернет без света. Много всего можно вообще. Главное, чтобы я ощущал, что я продолжаю двигаться и жить. И люди во многом... Опять-таки, люди, у которых там маленькие дети и так далее, тоже будут думать, что им делать. Переехать в другую страну или переехать в место, где для их детей будет тепло. И это много всего. Но, опять-таки, я не думаю, что эти люди будут говорить, что надо капитулировать. То есть, о капитуляции Путин мог думать 23 февраля 2022 года. Но уж точно не 1 марта, когда стало ясно, как действует его армия. Что это банда. Ну, опять-таки, почему это банда? Потому что ему для того, чтобы устроить такую войну и иметь возможность без проблемной мобилизации граждан, необходимо было их маргинализовать, люмпинизировать. Мы же имеем дело с людьми, которые подписывают контракты с вооруженными силами Российской Федерации. Прежде всего потому, что они люмпаны. Вот вы знаете, какова стоимость контракта в Москве? Вы видели цифры? Ну, кое-что видел. Ну, там же очень большие деньги платят в Москве. Человек, который в Москве пойдет на контракт, он не будет, скорее всего, воровать унитазы с бучей. А человек, который из какой-нибудь села в Сибири, он за такие, за совсем другие деньги будет воевать. И для него любая женская комбинация – это уже имущество. Но Путин же сам своих соотечественников довел до такого скотского состояния. Это было целенаправленное совершенно действие. Как раз я хотел дебингануть их, чтобы они, как материал, всегда были под рукой. Потому что ты поднимаешь планку, по этому поводу исследования есть очень большие, социологические. Что ты чуть поднимаешь планку, и ты любой заказ реализуешь. Потому что, фактически, ты контролируешь, как на ниппельном, так сказать, привязке, возможность дозированного получения потребительских ништяков. Да, но именно потому, что он так относится инструментально к собственному обществу, просто как биоматериалу. Он также относится и к украинскому обществу. Поэтому все то, что он вбрасывает сюда, это тоже его стремление превратить украинское общество в биоматериал. Только с украинским обществом это не так работает. Потому что помимо десятилетий украинской независимости, когда люди почувствовали, что они что-то решают в собственной стране, были исторические традиции совершенно другого, так сказать, других отношений между обществом и властью, скажем так, до имперский период. Потому что здесь всегда была в разных видах, анархических, повстанческих, каких хотите, вечевых. Это территория вечной борьбы за права. И это то, чего многие люди, которые живут в России, не понимают. Потому что в России эта вся борьба за права была подавлена раз и навсегда, по крайней мере в центральной России, потому что все те восстания, о которых мы рассказываем в учебниках русской истории, там Пугачева, Разина, Болотникова, это где были восстания? На окраинах, где мы, в Сибири, на Урале, там, где были беглые люди, которые в свою очередь тоже бежали от угнетения. Нет, но и национальная составляющая, у Пугачева огромная, башкир, татар, это же гигантское недовольство именно русским белым царем, так сказать. Конечно, конечно. Это большая такая разница цивилизационная. Мы ее можем не ощущать после Советского Союза, но это просто разные земли. Разные земли. И поэтому люди, которые воспитывались в условиях этой выпотрошенной опрични, просто они до нас не добрались, понимаете? Позже мы попали. Ну вот я всегда думаю о господине Великом Новгороде, да? Это же великолепная модель средневековой республики. Это такое же цивилизационное достижение на самом деле. Да, конечно. Как Венгерская, как Генуэль. Ганзейский. Да, как Гамбург. Это можно было бы вообще гордиться, как вот славяне Великого Новгорода, их русскими трудно назвать, потому что они не были русскими. Но вот это вот новгородцы, скажем так. Это просто достояние Европы. И что делает московский царь? Он же уничтожил две трети населения и вызвал всю элиту. Точно. Ну, представьте себе, что кто-то какой-нибудь условный, я не знаю, Медичи оккупирует Венецию, убивает там две трети населения и всю палату дожи, просто вешает там на реях кораблей. Ну, и что остается от этой Венеции? Просто то, что осталось от Великого Новгорода, между прочим. Декорации с чужими людьми. Прекрасно. Когда туда приезжаешь, то вообще думаешь, господи, это же могло бы быть с нами, потому что, понимаете, ведь в центре этого несчастного города стоит Софийский собор, такой же, как в Киеве. Там лежит прах сына князя Ярослава, прах супруги князя Ярослава. Вот просто другая, это зеркало Киева без нас, потому что те люди, которые были нашими соседями по цивилизации, просто физически умерщвлены. А мы остались здесь, потому что здесь не было русских, не было Москвы. И мы до какое-то время, когда она свирепствовала более всего, мы находились там в составе других государств. Эти земли. Ну, поэтому мы еще живы, а они мертвы. Вот в буквальном смысле слова, понимаете? По великому Новгороду гулять, так как гулять по какому-то еврейскому кварталу в Европе, где, надо сказать, дома есть, а евреев нет. Уничтожение было необходимо, чтобы этот пример вообще не имел вообще никаких последствий. Конечно, централизация Москвы и всех территорий, собирание, это же и была возможность воспрепятствования подобных обращников, создания каких-то городов-республик. Вечи выбирает, убирает, за что такое вообще? Да, это страшнее не может быть. Но вы знаете, что Киеве же тоже, несмотря на княжеский стол, было Вечи. Люди собирались на Вечи. Они не избирали князей, но они доносили свою волю до князей. Князья считались горожанами. Это тоже была не совсем, не та феодальная монархия, которая была в других европейских странах. Это было похоже больше на Польшу. Это потом, кстати, перешло в Речь Посполитую. Вот такое вот Вечевое единство. А представьте себе, что это все потом сменилось в российском государстве крепостническом. То есть поздним рабством граждан. Ну вот вам и вся история, чем это все разделяется. Поэтому я и говорю, поэтому все эти методы, они не работают. Но люди все еще рассчитывают. Опять-таки, почему я говорю о том, что люди могут хотеть договариваться с Путиным? Потому что люди, которые живут здесь, они считают, что они мыслят с дава. Они же не могут верить в то, что люди хотят воевать ради уничтожения всего вокруг. Они просто пытаются понять, зачем это нужно, что им надо, чтобы они от нас отстали. Вот что им надо? Вот они у нас там стоят под дверями. Что им надо? Телевизор, холодильник. Может быть, сережки золотые отдать. Может, вам деньги нужны. А грабитель говорит, нет, я хочу здесь все сжечь и здесь потом жить. И ты его спрашиваешь, нет, может быть, ты просто хочешь здесь жить? Нет. Сначала сжечь, а потом на пустыре жить. Потому что мне неинтересно здесь жить. Слишком все здесь богато, ни по-нашему, ни уютно. Поэтому сначала нас под дверью у тебя, потом все у тебя сжечь. Не нужны мне твои сережки и не нужен твой холодильник. И потом я буду здесь лежать на прогорелом матрасе и, значит, петь эту народную песню, так сказать. О том, как мне хорошо вообще. Напьюсь. Мурку. Мурку, да. Кстати, сам Владимир Владимирович Путин умеет играть на рояле. Ну, Блубери Хилл же он играл. Он и Мурку играл. И Мурку играл? Да. Ну, это многое объясняет. Он умеет. Мурку, тужурки и тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, ну вот. И поэтому, конечно, очень трудно объяснить украинцам такие вещи. Потому что они мыслят здраво. Ну, то есть, а они эти, которые на них напали, они мыслят нездраво. Только когда эти начинают вырывать унитазы с корнем, украинцам начинает что-то вообще проясняться о том, с чем они имеют дело. Но потом это как-то забывается, понимаете? Это же все равно не может вечно стоять перед глазами. И опять начинаешь думать, может быть, действительно с ними надо поговорить. Может, Зеленский не умеет с ними разговаривать. Нет, он умеет. Они не хотят. Может, он и хочет, и даже умеет. Но они не понимают, чего они должны с ним разговаривать. И им нужно все это из огнемета уничтожить. Я знаю. Поэтому речь идет не об общественном мнении, прежде всего, об отсутствии здравого смысла у тех, кто решил, что если они воссоздадут свою империю в своем территориальном ее обличье, то тогда Путин сможет на равных разговаривать с Дональдом Трампом, гулять с ним по Хрустальному мосту. И если Дзиньпин будет им где-нибудь махать из Пекина, понимаете? Вот это. Из Орды. Да, это оно. Если я проглочу Украину, я буду хозяином Европы. Не хочу быть столбовою дворянкою, хочу быть владычицей морской, и чтобы Трамп был у меня на посылках. Вот рецепт. У Александра Сергеевича известно, чем это закончилось. Но любая вредная корга верит, что у нее это будет не так. Ну да. Не так. Нет, все равно разбитая корыта всегда. Это почти библейский закон. Это библейский закон, но вы же видите, эти люди, они же антихристы. Это даже ужас какой-то. Ну да, да, да. Ну тоже опасная штучка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.